Приветствую вас, друзья! Сегодня я хочу коснуться важнейшей на сегодня темы, темы эмоциональной поддержки детей во время войны. На эту тему у меня огромное количество писем, и я вам сразу скажу, что на все эти сотни вопросов ответить в рамках вот такого короткого видео практически невозможно. И поэтому я вам прямо вот сейчас обещаю, что в ближайшее время, ориентировочно, 23 февраля, мы проведем с вами встречу в новом для нас формате. Мы пригласим психологов, мы пообщаемся, постараемся ответить на все вопросы, поэтому сразу прошу, если есть любые, если останутся после нашего сегодняшнего видео любые вопросы, пишите их в комментариях. Ну, а я начну. Значит, первое, на что хочу обратить ваше внимание. Когда мы произносим слово поддержка, то мы прежде всего должны убедиться в том, что мы поддерживаем того, кто в поддержке нуждается. Надо ли? Вот именно нашему конкретному ребенку нуждается ли он в принципе в поддержке? В конце концов, если нашему ребенку там 6 месяцев, у него есть любимая мама, у мамы есть молоко и нет прямой угрозы его жизни, так этого ребенка и поддерживать не надо в силу возраста и того, что он всем обеспечен. Поэтому для начала я хотел бы назвать 4 принципиальных фактора, влияющих на детскую психику. Если любой из этих факторов присутствует, значит ваш ребенок нуждается в эмоциональной поддержке. Итак, первое, не хватает какого-то из основных ресурсов. Ну, то есть нет жилья, нет еды, нет воды, нет крыши над головой, нет нормальной школы, нет нормальной системы здравоохранения. Второе, нарушение семейных отношений. Нет кого-то из близких или имеющиеся близкие не ведут себя так, как раньше. Третье, общий пессимизм. Вот когда очень мало в окружающей среде и в близких, которые рядом, светлого, доброго, уверенности в завтрашнем дне и так далее. И, наконец, четвертое, это когда насилие становится нормой. Когда сцены гибели людей, когда кровь, когда крики. Все это становится ежедневным и привычным. Так вот, если что-то из вот этих четырех факторов присутствует в жизни вашего ребенка, ваш ребенок однозначно эмоционально травмирован. Кроме этого, любой взрослый может обнаружить у ребенка признаки эмоциональной травмы. Главный признак эмоциональной травмы – ваш ребенок эмоционально изменился за последнее время. Признаки этих изменений могут, конечно, быть очень разные в зависимости от возраста. Понятно, что ребенок в три года и подросток будут вести себя по-разному. Но, тем не менее, есть страхи, есть истерики, кошмары. У детей нередко возникает непонятное, необъяснимое чувство стыда или чувство вины. Дети с трудом концентрируются на чем-то, на чем угодно. Очень часто возникают проблемы со сном, часто возникают проблемы с едой, даже когда есть еда. Часто имеет место потеря аппетита и снижение веса. Но, тем не менее, главное – это то, с чего я начал. Если поведение ребенка с началом войны принципиально изменилось, ваш ребенок однозначно нуждается в эмоциональной поддержке. И я хотел бы сейчас назвать, перечислить хотя бы 10, с моей точки зрения, важнейших правил, реализация которых поможет вам поддержать вашего ребенка. Давайте по порядку. Первое правило звучит так. Падающий не может поддержать того, кто падает. Вы меня поняли? Ну, как вы можете поддержать ребенка, если вы сами никакие? Это как вот в лифт надо зайти кому первому? Вам. Маску кислородную в самолете на кого надо надеть? Первым – на себя. То есть главное для вашего ребенка – это адекватная, спокойная, нормальная мама или любой взрослый, который находится рядом. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли самое главное, что когда вы заботитесь о себе, когда вы находите себе стимулы жить и бороться за свое существование, за существование вашей семьи, когда вы решаете свои проблемы, вы фактически обеспечиваете своего ребенка самым главным. Это инстинкт детенышей любых млекопитающих. Детеныши млекопитающих наблюдают за взрослыми, которые находятся рядом. Если вы никакие, дети никакие, поэтому заботьтесь о себе. Это самое главное. О своем эмоциональном благополучии, о своей еде, о своем сне. Мы обо всем этом еще много-много будем говорить, но это самое главное. Чем лучше вам, тем лучше вашему ребенку. Правило второе. Старайтесь контролировать свое поведение. То есть, если в вашем поведении возникает что-то, ну, например, вы рыдаете, то, по крайней мере, надо сделать так, чтобы ребенок понял, чего вы рыдаете. Объяснить ребенку, что это не просто так, что вы можете поплакать вместе и так далее, и так далее. То есть, любое ваше действие надо ребенку проговаривать. Для детеныша млекопитающего, особенно для детеныша вида человека разумный, надо понимать смысл действий родителей, ну, или взрослых, которые находятся рядом. Ну, и вот, начиная со слова «объясняйте свое поведение», отсюда проистекают, как бы, я бы назвал три важнейших правила, состоящие из трех слов на букву «О». Объяснить, отвлечь, обнять. Ну, или, кажучи украинской умовою, правило ПВО. Поясниты, ведволикты, обинят. Ну, на самом деле, вот эти три слова «объяснить», «отвлечь», «обнять», они ведь фактически говорят о том, что самое ценное, что нужно от вас ребенку для поддержки, понимание того, что вы с ним единое целое, что вы тратите на ребенка свой самый ценный ресурс, а ваш самый ценный ресурс – это вы, то есть ваше время, которое вы отдаете ребенку. Когда ребенок понимает, что именно сейчас вы говорите только с ним, объясняете только ему, что в данный конкретный момент времени все ваши действия продиктованы именно существованием этого ребенка, это огромнейшая эмоциональная поддержка. Поэтому все, что вы делаете, объясняйте. Все, что происходит вокруг, объясняйте. Избегайте полутонов. Здесь как раз четко можно во время войны говорить, что белое, что черное. Давайте конкретные ответы на вопросы. Главное, старайтесь делать это спокойно. Отвлекайте ребенка от негатива. Совсем не обязательно подробно объяснять, кто это сейчас полетел. В конце концов, если этот пролет или этот прилет вызывает у ребенка негативные эмоции, то всегда можно ребенка отвлечь в это время, обсудить что-то очень важное для вас обоих. Ну и телесные контакты. Это как бы наше пятое правило. Обнять это всегда лучше, всегда эффективнее, чем много-много-много разговаривать. Мы недавно записывали видео, мы там говорили об этом, там было такое замечательное правило, что одна из самых важных рекомендаций во время войны – это закрыть рот. И что сделать? Раскрыть объятия. Ну, я не утверждаю, что рот надо закрыть уж совсем плотно, потому что объяснять и отвлекать можно с помощью рта, поэтому делайте правильные выводы. А мы продолжим. Правило 6. Селекция информации. Что за этим правилом? Ограничивайте все негативное. Уменьшайте. Ну, в конце концов, по телевизору показывают новости про войну. Ну, зачем это? Надо ребенку. Убирайте это. Вы, в конце концов, регулируете любые материалы, которые попадают в дом. Вы можете влиять на то, на каких ресурсах находится ваш ребенок. Ну, в конце концов, именно сейчас, во время войны, если уж вы собрались пообщаться, почему не поговорить о чем-то отвлеченном от войны? И более того, я призываю вас говорить о том, что отвлеченно от войны. В конце концов, можно почитать ребенку сказку. Вообще, сказка терапии во время войны, это очень круто. И я, кстати, хочу, возможно, обрадовать многих, кто интересовался и просил. Мы таки создали обедельный канал «Казки украинского» с доктором Комаровским. Вот на него ссылочка. Немедленно подписывайтесь и проведите время вместе с ребенком, разглядывая и прослушивая наши замечательные сказки. Правило номер семь. Распорядок дня. Любые действия, направленные на конкретизацию действий, в конкретное время конкретные действия, и так каждый день, в это время проснулись. Иногда думаешь, на работу не надо, свет отключили, постоянные тревоги. Но если, несмотря ни на что, мы встаем в это время, укладываемся в это время, завтрак готовим в это время, субы чистим и так далее, наличие распорядка. Более того, все время, а сколько время осталось до обеда? А когда мы вместе, у нас сегодня с тобой вечерняя сказка с доктором Комаровским, когда мы запланировали? На восемь вечера? Давай, пусть ребенок следит за временем, пусть он вам об этом напоминает, пусть в конце концов он смотрит на часы, чем он смотрит телевизор, в конце концов, где показывают то, что ему совсем не обязательно смотреть. Правило восемь – это слово терпимость. Ну вот то, что вызывало у вас страшные возмущения до войны, опоздал на урок, проспал, получил не ту оценку, не может запомнить стихотворение. Не истерите вы хотя бы во время войны, пусть это невыученное стихотворение или неправильная оценка будет самой большой бедой в вашей жизни. Правило девятое – планы и горизонты планирования. Это очень важно. Если распорядок дня – это тактические действия, то планы – это действия стратегические. Послушай, давай определимся, что мы будем делать. Вот тут, кстати, это очень важно – проговорить ваши планы на случай неотложных ситуаций. Что мы будем делать, если начнется пожар? Что мы будем делать, если вот тут будет что-то прилетит? Что мы будем делать, если отключат свет и его не будет целый день? Проговорите. Но самое главное – проговорите не только, что вы будете делать, когда вдруг станет плохо, но что вы будете делать после войны, когда станет хорошо. И чем больше будет этих планов, тем эмоциональнее будет комфортнее. Поэтому распланируйте, куда вы поедете после войны, с кем вы встретитесь после войны, что вы обязательно купите после войны, какой ремонт вы сделаете после войны и так далее. Обсуждайте это. Это очень-очень важно. И, наконец, правило десятое – взаимная поддержка. Это не только вы поддерживаете ребенка. Очень важно всегда внушить ребенку, как вы нуждаетесь в его поддержке. Человеческий детеныш внутри стаи проходит эволюцию. То есть сначала его все поддерживают, потом он начинает понемногу поддерживать окружающих. Когда вы говорите ребенку, что он нужен вам, что именно он может сделать что-то по дому, принести что-то, позвонить кому-то, сделать конкретную работу, которая вам поможет, это дает ребенку ощущение своей нужности. И это важно в плане эмоциональной поддержки. Ребят, я сейчас как бы пробежался очень-очень поверхностно. И уверен, что у вас есть огромное количество вопросов. Более того, у вас есть личные рецепты эмоциональной поддержки. Поэтому еще раз прошу. Встречаемся вечером 23 февраля. Следите за анонсами. Я вас приглашу. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы встретимся вечером вместе с психологами. Мы поговорим на эту тему. Вы зададите все вопросы по поводу психологической поддержки друг друга и детей во время войны. Я вас буду ждать. Я вас буду ждать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok